Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан говорит, что будущее будет за ИИ-агентами. ИИ-агенты смогут выполнять широкий спектр задач, работ и услуг. От обслуживания клиентов до сложного анализа данных. Кроме этого, они будут способны размножаться и думать. На конференции Dreamforce, где собираются первопроходцы прорывных и новых технологий, он дал интервью Марку Бениафому, генеральному директору компании Salesforce, которая занимается искусственным интеллектом. Хуан рассказал о том, что нас ожидает появление миллионов агентов, которые будут работать на нас каждый день без перерыва. Компании смогут нанимать таких агентов на работу. Хуан думает, что мы неизбежно движемся к ИИ-агентному будущему. И в своем выступлении он объясняет концепцию такого будущего. Текущая индустрия, знаете ли, оценивается примерно в триллион долларов. И это индустрия инструментов. Компьютеры, программное обеспечение – это все инструменты. Впервые в истории следующая будет индустрией навыков. Вы называете их агентами. Впервые в истории это будет индустрия агентов, которые будут сидеть на инструментах. Агентов, которые будут использовать инструменты. И как мы знаем, возможности ИИ-агентов гигантские. Я, кстати, на это надеюсь. Если ты хотя бы раз смотрел мой канал, то ты помнишь видео про криптовалюты, связанные с ИИ-агентами. Я говорил, что у них большая перспектива. И я действительно верю, что лучшим воплощением искусственного интеллекта в будущем станут ИИ-агенты. И так называемые агентные фреймворки. Можешь поставить видео на паузу и почитать, что это такое. Вкратце, это среда, в которой ИИ-агенты вместе эволюционируют. Ее еще называют Agent Force. А сам процесс называют петлей обратной связи. NVIDIA и Salesforce вместе стремятся создать ИИ-агентные фреймворки. Звучит безумно, но вот что интересно. У нас будут агенты, которые, очевидно, будут понимать тонкости того, о чем мы их попросим. Но они также смогут использовать инструменты, смогут рассуждать, смогут обсуждать что-то друг с другом и сотрудничать друг с другом. И знаете, мы дадим агентам задачу. И агенты пойдут искать других агентов, которые смогут помочь выполнить эту задачу. Они будут работать вместе, собираться вместе, думать вместе, чтобы решить поставленную миссию. Итак, у нас будут ИИ-агенты, которые смогут порождать других агентов. Это как родить ребенка. Затем они будут сотрудничать с этими новыми агентами, которые уже созданы не человеком, а искусственным интеллектом. И у них уже будет набор инструментов. Например, те, о которых говорил Хуан в начале интервью. Это индустрия инструментов, та, в которой мы находимся, компьютеры и оборудование. Но вот что поражает. У ИИ агентов будет не 4 и даже не 5 инструментов. У них будут сотни тысяч инструментов, из которых эти агенты смогут выбирать нужные. Они также смогут создавать инструменты самостоятельно. Они смогут их тестировать, сохранять их и использовать в дальнейшем, чтобы сэкономить время. Самое поразительное, что это лишь верхушка айсберга. Мы только в начале этого пути. И по мере совершенствования основных моделей и совершенствования больших языковых моделей, все эти агенты будут становиться экспоненциально мощнее. Таким образом, это будет совершенно новый этап в развитии искусственного интеллекта. Я думаю, что для меня прорывом стал тот момент, когда мы поняли, что обучение ИИ станет возможным без нашего участия. Потому что неспособность людей маркировать огромные объемы данных становится ограничителем для этих цифровых ИИ. Мы являемся ограничительным фактором для развития ИИ и его возможностей. Появление неконтролируемого обучения позволило ИИ использовать языковые модели для создания языковых моделей, которые систематизируют предварительные знания человека и используют их для мультимодального обучения. С этого момента развитие ИИ стало экспоненциальным. Всего в нескольких предложениях он сказал так много. Позволь мне разложить это по полочкам. Во-первых, он говорит о том, что люди уже стали ограничивающим фактором для искусственного интеллекта. Фактически мы уже ему мешаем, а не помогаем. Объем данных, которые мы создаем, огромен. Но объем данных, которые поглощает ИИ, гораздо больше и постоянно растет. По большей части он уже сожрал все открытые и публичные данные. Остаются закрытые и частные, которые принадлежат компаниям или организациям, таким как Reddit, Twitter и Facebook. Все эти данные эти компании будут использовать для того, чтобы сделать свои ИИ-модели отличительными и лучшими, чем у конкурентов. Затем Хуан говорит о том, что крайнее ограничение пропускной способности человека теперь лишь мешает ИИ, которые с появлением возможности обучаться без нашего надзора получают возможность учиться и масштабироваться гораздо быстрее. Для всех присутствующих здесь сейчас необычное время, потому что ни разу в истории компьютерные технологии не развивались быстрее, чем говорит закон Мура. Закон Мура, например, говорит, что в течение десятилетия технологии умножатся в сто раз, и мы двигались согласно этому закону. Кстати, Гордон Мур был нашим соседом на Гавайях. Да-да, великий человек, великий, с ним все хорошо. Но сейчас мы находимся на том этапе и в той эре, когда все развивается гораздо быстрее, чем описывает закон Мура. Закон Мура гласит, что каждые 18 месяцев количество транзисторов, которые могут поместиться на процессор, удваивается. Таким образом, наши возможности по вычислениям удваиваются каждые 18 месяцев, каждые полтора года. Но Дженсен Хуан в интервью говорит, что некоторое время назад человек достиг физического ограничения и больше не может уменьшать эти транзисторы. Они просто перестают работать на таком уровне. Но затем появился и И, и ГПУ. И вдруг вместо последовательных вычислений, на которых работают процессоры ЦПУ, у нас появились параллельные вычисления ГПУ. Из-за этого скорость развития значительно превысила закон Мура. В последнее время уже не каждые 18 месяцев, а каждые 6 месяцев мы удваиваем вычислительную мощность чипов. Скорость увеличения мощности сейчас примерно равна квадрату закона Мура. Это связано с тем, что на всех уровнях компьютеры эволюционировали от ЦПУ к ГПУ. От программного обеспечения, созданного человеком, к программному обеспечению, созданному машинным обучением. Сейчас петля обратной связи, позволяющая создавать новые ИИ, активно работает. ИИ помогает создавать более совершенные компьютерные системы. Это ускоряет дальнейшее развитие ИИ. Одной из самых интересных и незамеченных частей из этих слов был инсайт о том, что ИИ создает все больше и больше программного обеспечения. Если раньше люди писали весь код вручную, что было ограничивающим фактором, то теперь большие языковые модели LLM научились писать код самостоятельно. Это приведет к тому, что программирование станет доступным большему количеству людей, так как больше не потребуется писать код вручную. Достаточно будет использовать естественный человеческий язык, который затем ИИ трансформирует в код. Проще говоря, описывая, что должна сделать программа на своем языке, и искусственный интеллект создает ее код, по твоим словам. И эти новые компьютерные системы развиваются с такой невероятной скоростью, что позволяет нам создавать еще более совершенный ИИ. Эта петля обратной связи уже начинает работать. Поэтому я думаю, что прогресс, которого достигнут ИИ-агенты в ближайшие год-два, будет впечатляющим и удивительным. Перед нами стоит множество задач, и они достойны того, чтобы их решать прямо сейчас. Конечно, некоторые из самых вдохновляющих достижений связаны с ограждением в системах ИИ, так называемых Guard Rails, и всего, что связано с безопасностью, включая настройку механизмов, которые будут контролировать поведение ИИ, его учебные программы и то, как он обрабатывает данные. Это поможет отточить ИИ в определенных навыках, что позволит ему опираться на ценностях безопасности и правильности в своих ответах. Таким образом, ИИ будет анализировать качество ответов, которые он дает. Знаете, это уже не ИИ. Он больше не будет выдавать информацию сразу. Прежде чем ответить, он несколько раз подумает, а является ли генерируемый им ответ достаточно безопасным и правильным, и является ли он лучшим из возможных ответов, которые он может дать. Здесь Хуан говорит о том, что теперь мы можем масштабировать искусственный интеллект в двух аспектах. Во время его обучения, когда модель ИИ обрабатывает большое количество данных, и во время тестирования, когда модель работает с новыми данными и улучшает свои результаты. Чем больше ресурсов и чем больше времени выделяется на вычисления, тем точнее и качественнее ИИ сможет генерировать ответ. Эти новшества, по мнению Хуана, сделают прогресс в области ИИ не только феноменальным, быстрым, но и безопасным, что имеет ключевое значение для того, чтобы люди могли лучше понимать ИИ и контактировать с ним. А ИИ, в свою очередь, был максимально тактичным и корректным по отношению к человеку. Прежде чем ответить, ИИ будет рассуждать над своими ответами в своей виртуальной голове. И поэтому я считаю, что прогресс, который мы делаем в области безопасности, просто феноменален. Но разве не важно, чтобы люди это смогли понять? Как я говорю, они должны заполучить это в свои руки. Они должны понять основные идеи, чтобы сделать внедрение ИИ возможным. И именно это, я надеюсь, произойдет с тысячами людей здесь, на этой конференции, чтобы они вникли в это, находясь здесь. Чтобы они вернулись в свои офисы, понимающими абсолютно все. Я имею в виду, чтобы мы демистифицировали ИИ, что людям не нужно беспокоиться о том, как это все сделать. Им просто нужно применить всю ту тяжелую работу, которую вы и ваша команда уже сделала. Это должно быть очень практическое применение, потому что этот прыжок веры, который вы совершили, стратегическое движение вашей компании, сделали большой шаг в этом направлении. Как же теперь передать это в руки каждого человека, чтобы просто взяться за работу и создать своего ИИ-агента, чтобы для этого не нужно было быть профессором информатики, чтобы это можно было бы легко сделать даже дома. Да, создание ИИ-агента будет похоже на прием сотрудника на работу. Когда он говорит, нужно быть профессором компьютерных наук и информатики, он имеет в виду множество компаний, которые уже выпускают свои продукты и которые так сложно использовать, что они не приносят ощутимой пользы. Фактически он ссылается на Microsoft и их ИИ-компаньона Copilot. Он сравнивает его с Clippy, цифровым помощником Microsoft из прошлого, который тоже оказался провальным продуктом. Но с этим я немного не согласен. Возможно, вторая версия Copilot и его интеграция во все продукты Microsoft будет удачнее. И она действительно станет больше похожей на адаптацию новых сотрудников, которые всегда будут на связи с пользователями Windows, чем на написание программного кода. Это будет больше похоже на прием сотрудников на работу, чем на установку программного обеспечения. Поэтому я думаю, что стремление заново переизобрести компьютер, создать то, что мы знаем сейчас, это великое начинание. Вдохновение от этих задач, от невероятного вызова, что стоит перед нами, это то, что нас подстегивало и заряжало энергией долгое-долгое время. И вот мы здесь. Теперь у нас есть инструменты, средства, возможности, называемые искусственным интеллектом, которые позволят решить все те проблемы, о решении которых мы мечтали с самого детства. Так что наступили очень интересные времена. Да, это ведь итог всех наших усилий, верно? Мы уже работали в индустрии, когда появился TRS-80, и мы были в Radio Shack, работая над этим. А потом мы перешли к компьютерам 6502, затем был Commodore и Atari и Apple, а затем мы перешли к этим мини-компьютерам и мейнфреймам. И теперь мы вдруг оказались в этих системах нового поколения, которые могут делать то, что мы даже представить себе не могли. И если бы кто-то попросил нас, когда мы учились в школе, начать программировать на этих штуках, мы бы сказали, ух ты, да что же это такое? Да, невероятные времена. И поэтому я думаю, что и всю индустрию, и нас самих это очень волнует, потому что теперь мы это видим. И мы получаем преимущество от того, что находимся внутри этой отрасли. Мы видим первые ростки всей нашей работы. Итак, мы стоим на пороге полной смены парадигмы. Сдвига от заранее написанного программного обеспечения и жестко закодированных решений к динамическому, гибкому, предсказательному программному обеспечению, создаваемому по запросу. ПО, способное думать. ПО, способное анализировать. ПО, способное создавать и даже размножаться. Хуан считает, что это захватывающее время для индустрии, так как мы стоим на пороге новой эры в вычислительной технике и компьютерах. Хуан завершает свои мысли, говоря, что будущее вычислений может быть не только связано с программным обеспечением, но и с пользовательскими интерфейсами, которые будут предугадывать потребности пользователя и предоставлять необходимую информацию в нужный момент. Это совершенно новый подход к вычислениям, требующий не только новых чипов и графических процессоров ГПУ, но и новых весов для моделей ИИ, если можно так выразиться. Это супер уникальное время для жизни, супер возможности, супер социальный лифт. Мы с тобой находимся в двух революциях сразу, финансовой, криптовалюты, блокчейн и биткоин и вычислительной, ИИ, фреймворки, агенты и так далее. На этом все, буду рад подписке и лайку, и как обычно, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok